Антикризисный план представили депутатам на заседании Гордумы. Система по ликвидации городской задолженности уже запущена в работу. В первую очередь была проведена ревизия средств администрации за прошлый год и в итоге из почти 2 миллиардов рублей долга на 1 января к сегодняшнему дню осталось около 630 миллионов. Благодаря работе по оптимизации расходов и увеличению доходов администрация уже получила свыше 900 миллионов рублей дополнительных средств. Кроме того, была проведена работа по поиску дополнительных доходов, в том числе за счет работы с должниками. В рамках действующей комиссии города по работе с должниками по налогам, которая в прошлом году, в 2015 году собиралась в основном на уровне администрации районов города и в целом дала эффект в размере 500 миллионов взысканной недоимки за 2015 год, была активизирована эта работа на уровне главы администрации города. Сейчас городадминистрация ищет пути повышения эффективности работы муниципальных предприятий, включая и транспортные. В частности, после исследования системы ОСКОП планируется пересмотреть размер субсидий транспортникам. Программа повышения эффективности затронет и саму городскую администрацию, чья структура будет изменена и пересмотрена арендная плата за использование муниципальной собственности. Я думаю, что в течение 2016 года будет наведен порядок по всей и бюджетной сфере, и экономической. И на будущий год, в 2017 году, мы постараемся выйти по нулям, чтобы все деньги, которые будут в бюджете и доходные, налоговые и неналоговые, запустить на развитие нашего города. Помимо этого, депутаты Гордума на заседании согласовали увеличение доходов и расходов бюджета 2016 года почти на полмиллиарда рублей. Большинство этих средств – собственные доходы города. 405 миллионов уже поступили, и еще около 85 миллионов должны прибыть в ближайшее время. Около половины этой суммы направят на социальную сферу. На стройку детских и дошкольных учреждений – это на адмирал Макарова, дополнительные расходы на капитальный ремонт в Приоховском районе детского сада номер 3. Вот еще хочу сказать о строительстве Фокона улицы Ярошенко. Вот эти все расходы, они сейчас учтены в бюджете. Также около 90 миллионов рублей потратят на расселение ветхого аварийного фонда. А на подготовку проекта автоматизированная система управления дорожным движением Нижнего Новгорода направят 24 миллиона.